Это программа новости Сургут 24. Здравствуйте, меня зовут Александр Маковей. В начале выпуска коротко о главных темах. Очередной скандал в общественном транспорте Сургута. Кондуктору и водителю автобуса пришлось вызвать полицию из-за мужчины, который не хотел надевать маску. Кто вне контакта, приступает к урокам. Каникулы и возвращение в школы после них обсудила губернатор с жителями. И овладели квадрокоптером и соцсетями. В Сургутском районе мобильный технопарк для пенсионеров покорил жителей Лентора. Маску не надел, поехал в полицию. В Сургуте рейс на одном из автобусов 51 маршрута вечером пятницы обернулся скандалом. В салон зашел мужчина, у которого ни на лице, ни при себе не оказалось средства индивидуальной защиты. Кондуктор предложила пассажиру поделиться с ним маской. Однако сургутянин наотрез отказался ее надевать. Сотрудники транспортной компании вызвали полицию. Дарья Давыдова продолжит. Автобус 51 маршрута в пятницу около 10 часов вечера выполнял свой последний рейс. Но доехать до конечной по расписанию не удалось. На остановке «Аврора» в салон вошел мужчина в защитной маске. Как того требует окружной протокол безопасности. На транспорте на лице пассажира не было. Я к нему подошла и предложила одеть защитную известную маску. Он сказал, я одевать не буду. Я говорю, тогда вы должны одеть нашу. А, он говорит, у меня нету. Я говорю, оденьте нашу, у нас есть. У вас есть, да? Да. Он сказал, я и вашу не буду одевать. Потом я сказала ему, тогда вам придется выйти. Нам сказали так, чтобы сам не ехать. Либо, чтобы он одевал маску, либо, если не одевает, не подчиняется, тогда уже вызывать на яд. Автобус притормозил на остановке Бахилова. На место вызвали полицию. Слишком агрессивно вел себя пассажир. Покидать салон добровольно не хотел. Не хотел мужчина слышать и никаких законов. Требовал их распечатать и положить перед ним. Также заявил, что ведет прямой эфир в одной из соцсетей. На требования сотрудников патрульно-постовой службы практически не реагировал. Теперь послушайте интернет и законы. Это разные вещи. Мы с вами уже долго разговариваем. Вы мне положите бумагу. Я требую от вас пройти к патрульному автомобилю для доставления вас в отдел полиции номер один для составления административного права по статье 20.6.1. Орешение масочного режима. Диалог явно зашел в тупик. Инспектор несколько раз озвучил свои требования. Пройти патрульный автомобиль и съездить в отдел полиции. Собеседник всякий раз отвечал отказом. Вы отказываетесь пройти? Я отказываю. Все, пройдемте. Нет. Я требую... Сбежать, полиция! Я требую протокол задержания. У принципиального и подвыпившего мужчины была непростая ночь. Его ждал визит в психоневрологическую больницу, где проходит освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, а затем и объяснение в участке. Там на него составили протоколы за нарушение масочного режима и неповиновение законному требованию сотрудника полиции. Вечер оказался испорченным и для других пассажиров того самого автобуса им пришлось добираться дальше либо на такси, либо пешком. У нас мало было пассажиров, они просто вышли с автобуса. Мужчина вот вышел прям буквально с проклятием его за то, что он так себя ведет. Соблюдение масочного режима в общественных местах, в том числе на транспорте, является обязательным требованием в условиях действующего до сих пор режима повышенной готовности. Тенденция такова, что теперь средства защиты выдают и в автобусах, лишь бы на силе. Дарья Давыдова, Дмитрий Круковец, Сургут, Интерновости. За выходные и понедельник коронавирусом в Югре заболели 577 человек. Об этом свидетельствуют данные оперштаба округа. Большая часть пациентов переносит инфекцию с симптомами ОРВИ. 159 жителей в состоянии пневмонии. 8 человек за последние 3 дня не смогли справиться с COVID-19 и скончались. Отметим, что сейчас в Югре развернуто больше 1700 коек для коронавирусных пациентов. В частности, под ковидный госпиталь вновь перепрофилировали девятиэтажку терапевтического корпуса СОКБ. В случае необходимости в регионе могут развернуть почти 3000 коек. Однако руководитель департамента здравоохранения Алексей Добровольский отметил, что пока мест для пациентов достаточно. У нас в разы больше поступало летом пациентам, чем вот все удивлялись, почему так. Тюмень по-другому, Курган по-другому, где-то еще по-другому, а мы вот так сильно и много болеем. Но для меня это какой-то такой вот, так сказать, индикатор того, что вот сейчас мы должны тоже, мы болеем и болеем много, и болеть будем много. Но вот очень много переболели мы летом. Поэтому очень большая надежда на то, что все-таки вот роста того, что сейчас есть еще в разы, у нас не будет. Сегодня начались осенние школьные каникулы. Они, напомним, продлятся две недели вместо традиционных семи дней. С 26 октября по 8 ноября. Такое решение приняли в связи с эпидемиологической ситуацией. Руководитель департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский в разговоре с журналистами отметил, что разобщение коллективов должно помочь. И выразил надежду, что заболеваемость среди учеников и преподавательского состава снизится. Любое разобщение коллективов, да, больших коллективов, умное разобщение, оно, конечно, ведет к тому, что скорость передачи той или иной инфекции, она замедляется. Поэтому эффект от этого, да, мы ждем, да, очень надеемся, что он будет положительным. Что будет через две недели, я думаю, те решения, которые будут приниматься. Вот сейчас приняты те, о которых говорим, да, двухнедельные каникулы с ПО. И, скажем так, прогнозировать вероятность каких-то других решений самых разных, вот, вот, любого толка, наверное, рано. Ранее Роспотребнадзор сообщал, что эпидпорог по ОРВИ в возрастной группе от 15 и старше превышен почти на 218%. Тем временем губернатор Югры Наталья Комарова в прямом эфире пообщалась с жителями на тему каникул. Обсуждали занятость детей, работу спортивных секций, подготовку к экзаменам учеников 9-11 классов. Затронули тему того, что необходимо, если семья возвращается из отпуска. Антонина Сахарова продолжит. Продолжение следует. В этом же году наш наград будет проходить в дистанционном формате. Уже 26 октября мы откроем наши виртуальные двери, и ребята с нашего города зайдут туда. Спортивные секции продолжают работу во время каникул в обычном формате. 9-11 классы дистанционно продолжают готовиться к экзаменам. Еще одним важным вопросом стал выезд за пределы Югры и за границу во время каникул. Родители спрашивали, что потом необходимо предоставить, чтобы ребенок вернулся к учебе. Главный санитарный врач округа Майя Соловьева отметила, что в регионе зафиксировано 37 завозных из-за рубежа случаев коронавируса. Все они из Турции. Еще раз прошу родителей этой семьи подумать, стоит ли выезжать и рисковать своим здоровьем своих детей. Традиционно по приезду из-за рубежа до того, как вы приедете, вы должны будете сдать, вы должны уже с тестами заполнить необходимые сведения на сайте госуслуги. Тест на COVID-19 после возвращения в Россию необходимо сдать методом ПЦР. Вместе с тем подняли и вопрос о том, как ученикам, которые никуда не уезжают, нужно будет возвращаться в школы. Определиться и создать все условия для того, чтобы после каникулы дети вернулись в образовательные организации здоровыми, так же, как и педагоги. Схему объяснили в Депздраве. По большому счету, она такая же, как и при подготовке ко дню знаний. Будут сформированы списки. В них отразят, кто контактировал с заболевшими коронавирусом, а кто нет. И те дети, которые здоровы, не участвовали в контактах с заболевшими людьми, они приступают в обычном режиме к своему школьному образовательному процессу после завершения каникул. Там, где необходимо, значит, детки наблюдаются и потом уже в индивидуальном порядке получают документы, подтверждающие их здоровье и отсутствие инфекции. Обсудили на эфире и вакцинацию детей от коронавируса. Отмечается, что сейчас прививки детям против ковида не предусмотрены. Препарат показан людям от 18 до 60 лет. В первую очередь будут прививать группы риска – работников здравоохранения, образования, полиции и транспорта. Антонина Сахарова, Дарья Давыдова, Сургут Интерновости. Более 200 пациентов за выходные. Врачи Сургута рассказали о первых результатах работы кабинетов круглосуточной помощи пациентам с подозрением на коронавирус. Напомним, решение перевести прием заболевших на круглосуточный в трех поликлиниках приняли на прошлой неделе. Главная цель новой маршрутизации – разгрузка приемного отделения Сургутской ОКБ, особенно в часы пик. Кабинеты первичного приема с компьютерной томографией функционируют в первой, третьей и четвертой поликлиниках. Как сообщил Сургут-24 Максим Слепов, главный врач ГП номер один, за выходные в круглосуточных кабинетах приняли более 200 человек. Свыше 100 пациентов прошли КАТ легких, 20 больных госпитализировали в инфекционное отделение с ОКБ. А отметим, что по данным врачей, сегодня в поликлиниках Сургута от коронавируса лечатся больше 1700 жителей. У более чем 200 диагностирована ассоциированная с ковидом пневмония. Под наблюдением в поликлиниках города примерно 5000 жителей, которые контактировали с заболевшими. Добавлю, что от ОРВИ получают лечение сейчас примерно 6500 сургутян. Соглашения, к которому шли долго. Индустриальный парк Югра и акционерное общество Россети Тюмень подписали договор о сотрудничестве. Документ призван сыграть важную роль в развитии промышленности региона. Стороны поставили подписи, едва открылся Югорский промышленно-инвестиционный форум. Подробности далее у Татьяны Расторгуевой. В Югре подводят итоги двухдневного дискуссионного марафона «Цифровизация промышленности. Новые возможности для роста». В работе Югорского промышленно-инвестиционного форума приняла участие губернатор Наталья Комарова. Возвращаясь к опыту нефтегазовых компаний, можно увидеть, как цифровая трансформация влияет на рост производительности труда этих предприятий. За счёт мобильности принятия решений, высокого качества, обратной связи с производственными процессами, ускорение темпа вывода нового продукта на рынок, естественно. Во время работы форума Индустриальный парк Югра и Акционерное общество Россети Тюмень подписали соглашение о сотрудничестве. Церемония подписания – это итог многочисленных рабочих встреч по развитию потенциалов взаимодействия. Вопросы эффективности такого закупочных процедур, сокращения логистических затрат на поставку оборудования и товарно-материальных ценностей выходят на первый план. Нам необходимо сегодня оптимизировать свои затраты. Поэтому соглашение, которое мы подписываем сегодня с Индустриальным парком – это надежда на то, что мы, поддерживая таким образом инициативы в регионе, позволим развиться малому, среднему бизнесу, прочему предпринимательству, для того, чтобы мы могли полностью закрывать свои потребности в товарно-материальных ценностях, в оборудовании. Индустриальный парк Югра создаёт площадку нового уровня, которая позволит реализовать промышленный потенциал автономного округа, создать высокотехнологичные рабочие места, связанные с инновационными сферами производства. Первую очередь объекта сдали летом 2020-го. Сегодня она заполнена на две трети. Крупнейший резидент здесь – Вэлбер Интегрити Сервис. Компания занимается обследованием и капитальным ремонтом нефтепогруженных труб. На стадии подписания ещё два договора с нефтесервисными предприятиями. Это логистическое преимущество. Сюда сходятся различные транспортные потоки – и железная дорога, и автомобильная дорога, воздушный транспорт, речная магистраль. И, кроме того, это близость к конечному потребителю, то есть к тому заказчику, который размещает свои заказы на эти компании. Собственно, компании выигрывают здесь на логистике, на скорости, на оперативности, реагировании на запросы. Вторая очередь индустриального парка расположится на площади в 6 тысяч квадратных метров и имеет шансы приобрести энергетический профиль. А дочернее общество компании Россети может стать одним из резидентов. Тюмень Энергоинжиниринг проектирует, строит и обслуживает электросетевой комплекс, решает логистические задачи. Я благодарю компанию Россети Тюмень, что заключает соглашение с нами, и у нас есть сейчас прорабатывается возможность доведения до нашего территории индустриального парка большого объёма энергии. Мы предложили компании рассмотреть возможность размещения здесь партнёров, подрядчиков, которые располагаются в других территориях нашей страны и за рубежом. Быть может, присутствие здесь на территории позволит им получить пользу, синергетический эффект, а также экономически будет целесообразным. Индустриальный парк Югра расположен в Сургуте на площади в 9 гектаров. Многомиллионные инвестиции и поддержка правительства автономного округа воплотились в простую идею – дать бизнесу возможность работать, не отвлекаясь на решение хозяйственных задач. Татьяна Расторгуева, Дмитрий Круковец, Денис Зонов, Сургут Интерновости. По скользкой дорожке в Сургуте подвыпившая автоледи устроила ДТП. В аварии пострадали два человека, в том числе ребёнок. В субботу утром на дороге, которая ведёт в дачный кооператив «Виктория», иномарка вылетела с трассы. По предварительной информации, 45-летняя водитель на обледеневшем асфальте не справилась с управлением. «Вольцваген» зацепил обочину и снёс несколько деревьев. Пострадали пассажиры – женщина с 13-летним ребёнком. Они ехали в стоматологию. У мальчика разболелся зуб. Прибывшие медики госпитализировали маму с сыном. У них ушибы и переломы. Автоледи не пострадала. Однако в момент ДТП была под шофе. Алкотестер показал 0,55 промилле в парах выдыхаемого воздуха. Это втрое больше допустимой нормы. Виновницы грозит крупный денежный штраф и лишение прав на срок от полутора до двух лет. Три миллиона рублей перевели югорчане мошенникам за эти выходные. Больше всего зломышленникам доверяли в Сургуте. Как правило, людей обманывают, предлагая защитить их банковские счета от несанкционированного списания денег, покупки или продажи товаров. Жительница Мегиона, которой позвонили мошенники, лишилась более одного миллиона рублей. Она поверила лжебанкирам, которые сообщили ей, что кто-то желает списать деньги с ее карты. Окружная полиция отмечает, что югорчанка побоялась лишиться сбережений и перевела финансы на разные якобы резервные счета. Возбуждено уголовное дело. Достойные результаты. Сургутяне завоевали третье общекомандное место в открытом Кубке Урала по кикбоксингу. Наши спортсмены привезли из Екатеринбурга 8 золотых, 5 серебряных и 6 бронзовых медалей. Юлия Бабенышева знает, как готовились и что важно для победы. Открытый Кубок Урала по кикбоксингу собрал более 200 спортсменов. Наш город представляли 26 бойцов разных возрастных и весовых категорий. Недогласным решением судей победу завоевал спортсмен красного угла. Спортсмен красного угла – сургутянин Алексей Шипицын. Кикбоксингом он занимается 2,5 года. Завоевать первое место в своей возрастной и весовой категориях помогли усиленные тренировки и верный настрой. Всегда собрано выходить, конечно. Волнение всегда я должен быть. Если нет волнения, то плохо. Надо волноваться. Но не должно волнение тебя перебарывать, ты должен контролировать этот момент. Выходить на ринг хладнокровно, с холодной головой. И слушать своих секундантов, и выполнять четко установки, которые тебе дал тренер. Представители Югры, Пермского края, Свердловской, Тюменской и Челябинской областей. Спортсмены отмечают, соперники были серьезные. Сургутянин Евгений Алексеенко показал себя достойно. Но все же в финале уступил противнику. В своей возрастной и весовой категориях он стал вторым. Нельзя слишком разочаровываться. Надо подойти к этому с холодной головой, посмотреть ошибки, подготовиться, исправить их и приехать. И сделать то, что не сделал тогда. Готовились к соревнованиям серьезно. Тренировались целыми днями. Приходили утром и вечером, иногда даже пропускали учебу. Молодые люди признаются, что во время карантина дома, конечно, занимались. Но после длительного перерыва все же пришлось наверстывать упущенное в зале. Мы не только в этом зале тренируемся. Мы ездим в другие клубы. То есть совместно делаем спарринги какие-то. Мини-таки соревнования, как правильно назвать, межклубные бои. То есть, соответственно, от этого получаем опыт. Если в одном зале постоянно сидеть, то расти не будешь. А туда поехал, там побился, пригласил в гости, побился, поделился опытом. И вот от этого спортсмены растут. Сейчас спортсмены готовятся представлять Сургут на Кубке России. Турнир пройдет в Екатеринбурге с 9 по 12 ноября. Следом за ним Кубок Югры. Он состоится 21 ноября в нашем городе. Юлия Бабенышева, Сергей Холиков, Сургут Интерновости. Не отставать от прогресса. В Сургутском районе мобильный технопарк для пенсионеров доехал до Лентора. Многие ждали появления чудо-машины в своем городе еще с конца августа. Какой образовательный модуль пользовался особой популярностью среди представителей старшего поколения и куда технопарк отправится дальше, знает Валерия Кудрявцева. Одним из самых популярных образовательных модулей мобильного технопарка для пенсионеров стал планетарий. Под большим куполом с помощью проектора пожилым людям рассказывали о том, как и с помощью чего люди изучали космос. Телескоп – это инструмент, который собирает свет и позволяет получать детальные изображения далеких и слабых небесных объектов. Чтобы увидеть более далекие объекты, нужно собирать больше света. Не обошли вниманием пенсионеры и квадрокоптеры. Каждый, кто попробовал управлять устройством, делал это впервые, потому сначала получалось не очень умело. Но спустя короткое время казалось, что пульт в руках держат настоящие профессионалы. Сложно управлять? Ну, конечно, вначале сложно, сразу-то сложно. Потом не слушается сначала, потом маленько уже понимаешь, что там и будем нажимать. Понравилось, интересно очень. Далентора технопарк для пенсионеров успел побывать в Лямино, Сытомина и Угуте. Для того, чтобы обучение представителей старшего поколения проходило максимально безопасно, часть оборудования размещают в досуговых центрах и клубах поселений. Мы, конечно же, не имеем возможности в период пандемии обеспечивать большие массовые скопления для участия в этом проекте. Поэтому при наличии возможности часть модулей мы выносим в помещение. Чем удобно помещение? Пенсионеры из модуля в модуль переходят, не одеваясь, им удобно, не создавая большой массовой группы, в индивидуальном порядке к каждому подход. К каждому образовательному модулю прикреплены несколько волонтеров. Они не только включали оборудование и объясняли, как им пользоваться, но и старались сделать бабушек и дедушек уверенными пользователями всемирной паутины. Мы учили их социальным системам, как зарегистрироваться. Мы помогали им в регистрации в госуслугах, помогали в объяснении записи голосовых сообщений, тех же мессенджеров, которые у нас распространены в WhatsApp, Viber и все остальное. Помогали с азами редактирования фотографий галереи, помогали в общем, допустим, использовании скайпа, объясняли функциональность, куда что нажать, поэтапность. Ну, такие азы во всем рассказывали. Мобильный технопарк для пенсионеров обошелся бюджету Сургутского района в 17 миллионов рублей. Идея его создания появилась во время реализации проекта «Активное долголетие». Участие в разработке принимали члены Совета ветеранов муниципалитета. Именно поэтому наполнение «Чудо-машины», как ее уже ласково прозвали «Сами пенсионеры», получилось настолько удачным и актуальным для самих пожилых людей. Представьте, насколько можно еще ездить, ездить и показывать каждый раз новые обучающие модули. Можно приехать в «Лентор» и пять раз, и каждый раз привезем новую программу. По плану, в начале ноября КАМАЗ, оборудованный по последнему слову техники, отправится в Локосово и Нижнесартымский. И, как уверяют сотрудники районной клубной системы, там его уже с нетерпением ждут. Валерия Кудрявцева, Сергей Коликов, Сургут интермолости, «Лентор». На этом выпуск новостей завершен. Спасибо, что были с нами. Впереди еще блок коммерческой информации и прогноз погоды. Больше новостей читайте и смотрите на нашем сайте indefisnews.ru. Увидимся на наших каналах. Смех, кашель, физические упражнения вызывают деликатную проблему? Inconti Lace – запатентованная безопасная технология лазерного лечения стрессового недержания. Мгновенная подтяжка тканей без повреждения слизистой, без операции и реабилитации. Технологии из Европы, теперь и в Сургуте. Косметология будущего «Голдберг». Проспект Ленина, 18. Автомобили «Шевроле» от 600 тысяч рублей. Автоматическая шестиступенчатая коробка передач в базовой комплектации. Выгода по программе «Трейд-ин» 25 тысяч рублей. Выгода при покупке в кредит 25 тысяч рублей. У официального дилера «Сипкар-центр» на Быстринской 3. Гарантия на автомобиле 3 года. Жалюзи «Зебра» открыт до 21 часа. Рентгенография, флюорография, все виды анализов, внутривенные процедуры, стоматологическая и психиатрическая помощь. Это «Радио», «Авторадио», «Над кварталами», «Автострадами». «Авторадио», «Первое автомобильное радио». Радио «Реклама». Рекламно-информационное агентство «Пять звезд» на 5ria.ru. Телефон 221-555. Дома, которые мы строим, это не просто стены и крыши. Это возможность начать что-то новое, принять новые судьбоносные решения, узнать новых людей. Мы постоянно повышаем требования к себе и к качеству нашей работы, чтобы каждая из квартир стала уютным домом. Мы – строительная компания «Сипромстрой». Мы строим для любимого города, для вас. Отдел продаж в Сургуте «Есенина-2», телефон 6190. Он окрыляет, он согревает, и в играх толк знает, нас всех зажигает. Батик, он твой. Этой зимой новая коллекция уже в Карапузе. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует...